Хоть марионетки и не входят в топ-3 покупок, которые надо сделать в Праге, я начну свой шоп-тур в этом репортаже с них. Вы только посмотрите, сколько обаяния, загадочности и некоторой грусти в этих человечках из папье-маше. Они словно напоминают, что все мы родом из детства, и любовь к куклам, которые тогда помогали нам изучать мир, это любовь, она с нами навсегда. А какими они могут быть талантливыми? Ну, правда, в моих руках были скорее неуклюжими. Я скажу, 20 минут. Это очень сложно. Этот неожиданный мастер-класс нам устроил владелец магазина возле Карлова моста. Обязательно зайдите в этот чудесный дом кукол. В моих руках маленький Кашпарик, один из самых популярных персонажей чешского театра кукол. Чем-то напоминает нашего Петрушку. Так, окей. Стоп. Тристо. Все сигареты. Синьор обещает, что у меня с Кашпариком все может сложиться наилучшим образом. Практика, потом там, на цивенную полку, там, в Дегеве. Можете бы знать, в Дегеве, да? Воспей. Магия и мистика окружают Прагу. Вот, например, есть история, что купившие чешский гранат обязательно вернутся в эту страну. Эти камушки рассыпаны по всей Праге. Они сверкают в витринах магазинов, в ушах и на запястьях прогуливающихся дам и в подарочных коробочках, которые туристы с удовольствием везут для любительниц украшений. Глубокий винный цвет и магические свойства – вот что отличает чешский гранат. Но судя по тому, каким ажиотажем пользуется посещение магазинов при заводах, я даже склонна поверить в некоторую мистику. Правда, сама ей не поддалась и из всех витрин не смогла ничего для себя выбрать. В ювелирном магазине, где продают украшения с гранатом, мы купили такой дождевик. Теперь нам дождь не страшен. Украшения с гранатом в Чехии в основном такие богатые. Все эти цветочки и лепесточки подойдут к вечернему платью. А мне хотелось что-то на каждый день. Скажу сразу, искала долго. Вот они, мои камушки в оправе из серебра. Мистическая сила граната, говорят, связана со стихией огня и способна приумножать эту огненную силу, добавлять эмоциональности и энергичности своему владельцу. А мы отправляемся прямо в пекло, чтобы увидеть, как создают изделия из богемского стекла. Это тоже один из главных символов Чехии и популярный вариант для сувениров. В этот цех мы попали прямо через магазин. Поход не планировали, просто увидели объявление на витрине и решили, почему бы и нет. Тем более, что на улице было прохладно. А возле этой печи согрелись так согрелись. Нас присоединили к русской экскурсии. Вот так мы и посмотрели, как делают хрупких птичек и вазы цветы. А также увидели, что наши парни могут все. В том числе, выйдут такой пузырь какой-то. Такой, чтобы он не был очень тонким. Чтобы можно не помнить, он потом остынет с усилением. Конечно, есть масса других вариантов для подарка из Праги. О пиве речь пойдет в отдельном репортаже. Здесь скажу только, что не берите бочки. С ними все равно не пустят в самолет. Нам понравился магазин Мануфактура. Это сеть с товарами, произведенными в Чехии. Там можно выбрать косметику на основе пива и вина, чудесные деревянные игрушки и интересную посуду. В районе Старомельской площади, кстати, сразу три мануфактуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...